всем привет у меня сейчас идет отпуск и долгожданный наконец-то я заслужила я отдыхаю и сейчас по большей части я первую неделю нахожусь дома у меня куча дела естественно как всегда все убрать все разобрать вы выкинуть хлам всякий ненужный и первые пару дней у меня какое-то такое было настроение мне не хотелось ничего делать в плане ютуба а сейчас у меня какое-то вдохновение и я решила немножечко поснимать точнее так я решила заняться своими запасами пряжи давно хотела их разобрать не просто разобрать я хотела их немножечко систематизировать у меня на равале есть заполненный но правда уже не полностью там вся моя пряжа заполненный раздел стэш называется да то есть это грубо говоря вся ваша пряжа вы можете туда ее закинуть и не физически а технически конечно же вы можете туда закинуть указать состав указать сколько у вас ты пряжи цвет фотографии своей прикрепить все все и у меня там все это было но честно говоря мне не очень удобно в том плане что там конечно все очень удобно организован то есть я вообще восхищаюсь вот эта система потому что сюда можно посмотреть кто вязал что вязал из-за вот этой пряжи которая есть у вас в общем очень удобно действительно но я поняла что вот но очень редко очень редко у меня возникала необходимость воспользоваться вот этим вот разделом на равале чаще всего я равале использую для поиска всяких паттернов интересных моделей вот тут для этого по большей части ну и посмотреть вдруг кто вязал эту модель как это все у них получилось ну так вот я думала как же сделать вот это вот давно уже думала как же сделать вот эту вот систему именно в бумажном варианте несколько разных вариантов видела но прям такого который идеально мне подошел не находилась но на дне вязания на публике который был еще в июне аж месяцем работе была у нас в гостях одна наша клиентка гуля и она показала свою систему хранения я этот кусочек нигде не публиковала но вот сейчас мы с прервемся и вы посмотрите то что я записала вот она рассказывает про свою систему даже не систему а каталогизацию пряжи посмотрите интересно после этого не было куплено определенное количество пряжи я поняла что я в ней запуталась и решила каталогизировать скажем так свою пряжу свои запасы поэтому мне появилась вот такая книжка и появились вот такие вот образцы скажем вот все записано по очереди номера здесь соответствует номерам в тетрадке после того как изделия что-то отвязано что-то у меня кончилось зачеркивается пишется там остаток либо что-либо делаю пометки что планируется связать из этой пиажа очень красиво вообще очень аккуратно сверху какие вас предпочтения в плане состав натуральные натуральные в основном мериносы кашемиров много кашемир на шелке последнее время так как жара в питере хочется связать шелк поэтому еще куплен шелку некоторое количество в общем я хочу сделать что-то подобное чтобы у меня практически под рукой всегда был каталог пряжи который у меня сейчас имеется и вот этот вот вариант именно с ниточкой да что можно ниточку вот это так сказать потрогать посмотреть на толщину в том числе мне этот вариант очень понравился и сейчас я предлагаю нам с вами заняться вот именно вот этим процессом значит я вообще в идеале я думаю хорошая ли это вообще затея я конечно еще буду все взвешивать естественно записывать и и конечно хочу узнать сколько пряжи у меня сейчас непосредственно в запасах вот я выбрала уже небольшой такой блокнотик у меня блокнотов куча я хотела сначала использовать блокнот ничего лишнего от ани жильцовой я там записывала в проект у меня там по-моему записано в итоге не поняла что я так не использую а прикольный блокнот и мне хочется как-то куда-то его для хороших классных записи использовать но потом подумала что я там буду чиркать постоянно и пусть ждет свою какую-то другую идею свой проект и я просто решила взять обычный блокнот на кольцах маленькие сейчас покажу и буду просто туда записывать и закреплять ниточки именно там но смотрите вот такой вот получается у меня блокнотик сюда я буду записывать сушить и смешно 30 рублей стоит покупаю 100 лет назад он не разлинованный я люблю не разлинованный без вообще каких-либо там линейка либо клетка мне как раз это больше нравится либо еще есть такой вид разлинования у меня есть дорогущие вообще по моему в районе тысячи он стоил этого кошмара какой-то я сейчас думаю как и на эту на эту покупку решилась но прям очень хотелось как же он называет сейчас покажу вот такой вот блокнота люфтрум 1917 и у них блин ну здесь конечно да это такая бумага она понятно почему так дорого стоит здесь видите такие точечки это классная система мне вот это вот разлиновка как раз больше нравится и самое обидное что я вот этот вот ежедневник я его использовала хотела делать записи типа bullet journal но в итоге он даже даже этот трекер привычек у меня тут про канала видимо это я тогда канал только начало какой-то год община м шестнадцатый ой смотрите как прессовала кошмар вообще и обидно что половина но третья вот этого люфтрум я использовала просто не на что грубо говоря жалко ну ладно немножечко отошли в сторону вот сюда я планирую это все записывать но для начала все-таки в аналогично у меня есть точно такой же ежедневник с другим рисуночком я сначала вот сюда черновик все запишу а потом аккуратненько перепишу красиво чтобы было все красиво я в этом плане конечно не прям супер перфекциониста хочется чтобы было по симпатичным и так я приготовилась я взяла весы которым 1000 лет в обед пряжу у меня уже тут самая ближайшая которая под рукой естественно я не буду считать образцы по весу если они у меня есть к ну и самое главное вычитать конус вес конуса если есть кстати я помню несколько раз меня спрашивали сколько весит вот такой вот конус как правило такой картонный именно конус весит 40 грамм плюс минус ну где-то 38-42 бывает 45 я даже видела но как правило 40 пластиковые конусы уже разные у них разный вес и я видела конус там и до 100 грамм поэтому поэтому вот так если у вас возник такой вопрос даже я строила себе бардак тут полнейший вот коробка за мной еще коробка вот в ногах коробка ну хотя бы знаете я хоть немножечко приберусь в этих коробочках красиво все разложу соединю разные например вот эти два это фейбл от фабраль не знаю как правильно от дропс пряжа носочная вот они у меня лежали в разных коробочках сейчас лежат в одной коробочке там еще есть пряжа вот ну вот эти на самом деле два скоро пойдут в проект поэтому проекты в 2 поэтому немножечко здесь будет посвободнее сейчас прям плотненько и вот смотрите вот так я уже понаписала вот так вот у меня сейчас пока это все выглядит я сразу же отрезаю кончики сразу же прикрепляю на этот же разворот страничке где у меня записано пряжа надеюсь потом разберу моточков от бобина вообще нет проблемы отрезать кончик то в пасме это не так просто но есть в пасмах такие вот перемычки я нашла одну из них которую можно не развязать и если это отдельная ниточка то вот у меня здесь прям этот этой пасмы я отдельную ниточку видите привязала то то мне кажется что вот это это именно кончик начала конец самой пасмы потому что она не перекручивается поэтому здесь надо аккуратненько развязать и отрезать небольшой кусочек вторую коробку носочки и тут у меня аркабалена это носочная из two hands тут видите это тоже аркабалена да я хочу вообще платье хотела по крайней мере связать и вот это потолще носочек это потоньше вот одна в пасме меня вот такая вот еще красивая и остальные у меня здесь вот такие в пасмах это все ручное крышение вот эти две пасм очки это они тут эти две это из америки мне лена подарила это две пасмы таня жильцова окрасила а это пшишьяр на такая вот большая такая бобиночка ой бобиночка все у меня бобины большая пасм очка вот такая мне кстати нравится когда вот такие точки в пасмах красиво смотрятся правда красиво это смотрится именно в пасмах в изделии к сожалению таких точек красивых нет не выкладываются они так хотела показать вам два вот этих артикула лана гроза скотт и рована филт и твит я была очень в полной уверенности что это прям один в один пряжа и что можно например если не хватает рована то можно докупить лана грозу потому что если я не ошибаюсь лана гроза немножечко дешевле но и по составу они очень похожи здесь вот такой состав да здесь вот такой состав то есть шерсть альпака и вискоза чуть-чуть по процентовки отличаются здесь чуть больше альпаки меньше шерсти здесь наоборот больше но по сути чисто визуально они очень похожи цветовая палитра у них очень похожи и вот сейчас записывая как раз блокноте вот эту пряжу я поняла в чем их отличие это просто элементарно здесь 120 метров на 50 грамм здесь 175 метров на 50 грамм то есть вот это вот наоборот в 1020 то есть на самом деле можно их как-то сочетать между собой ну не разные цвета конечно а одинаковые цвета в палитре рована и вот этого а скотт от лана гроз если конечно он выпускается знаю что любит очень снимать производство вот вот так вот это к вопросу о том что очень часто встречаются в моточках близкие прям такие очень близкие артикулы и вот это вот два таких брата что я очень быстро справлюсь но нет я видимо сделаю перерыв потому что я вот эти четыре коробки сделала и вот тут уже добавила добавила то что у меня вот здесь вот стоит осталось у меня вот эта коробка и вот эти две его там пряжи просто тьма но честно говоря у меня уже на это сил нет поэтому я до завтра это все отложу ну что я вчера на самом деле не выдержала и в ночи все-таки перевзвесила всю остальную пряжу я уже знаю сколько ее у меня я уже пожаловалась своим девочкам по этому поводу на мой взгляд многовато именно для меня да то есть мне на самом деле глубоко все равно кого сколько запасов но лично для меня это уже так прилично много и смотрите как выглядит у меня блокнот с обеих сторон такие вот огрызочки что я сейчас буду делать значит смотрите я сходила сегодня с утра в магазин канцелярский купила самый простейший дырокол потому что что это он уже сломался а нет это наверное 100 нормальный я думала куплю самый обычный мне же всего лишь нужно несколько картонных листов проколоть ну в общем нет да это купила значит дырокол купила вот такой цветной картон а у меня конечно есть еще вот обычные такие это листы для рисования акварелью но они такие довольно плотненькие их тоже можно так картоном по сути обозвать еще купила такой вот кармашек это формата 5 я туда буду складывать вот вот так вот это блокнот где буду записывать все перепишу вот из этого блокнота что красивенько было и сюда же я помещу вот эти вот листочки с непосредственно образцами я значит как я хочу сделать хочу разделить пополам вот этот каждый листик или вот кстати или может быть нет наверное все таки вдоль и сделать с обеих сторон вот этой половинки дырочки и прикрепить вот эти вот эти кусочки значит около вот этих дырочек будет цифра и цифра вот которая будет здесь будет соответствовать описанию под этой же цифры в этом блокноте по каждой пряжи у меня еще общем такая идея разделить непосредственно на разные виды да то есть носочка шерсть хлопок ну вот что-то такое кашемир может быть отдельно даже пойдет и пока думаю как сделать именно нумерацию потому что может быть 1-1 1-2 это вот например там один это будет у меня например носочка 2 например это шерсть 3 например это хлопот как-нибудь так пока в одном и смотрите еще какая идея возникла вот смотрите здесь фиолетовый лист у меня есть фиолетовый вот такой вот текстовыделитель и я думаю как-нибудь еще в самом самом блокноте отмечать фиолетовым цветом чтобы чисто визуально сразу была ассоциация что если фиолетовый цвет значит нужно идти вот к вот этой планшетке и здесь вот искать соответственно тоже по фиолетовому цвету в общем пока мысли такие сейчас буду делать пока все может быть в процессе еще какая-нибудь гениальная мысль меня а за что я закончила честно говоря потратил очень много времени на это и вот так вот у меня выглядит значит здесь такие планшетки наверное можно так назвать на каждую пока у меня по две планшетки больше всего заполненная оказалось получается какая шерстяная вот это носочки меньше чуть-чуть на одну всего лишь кстати в общем смотрите у меня какая тема здесь получается цвет до фиолетовый и вот здесь мама первая видите фиолетовая такая закладка дома шерстяная например меня красная красного меня не было мне было только розовая закладка вот я нахожу соответственно ша два например вот это у меня супер як вот начало фэнтези я брала ее на внутреннюю шапку в общем так что ты не связала вот вот так вот у меня теперь выглядит я еще думаю здесь сделала тоже прокол такой дыроколом думаю может быть их как-то соединить между собой вот ну пока не соединила сейчас сюда все сложу и наконец-то смогу ну вот так вот по итогу все выглядит я пока сюда и блокнот положила и вот эти планшетки и картон который мне потом понадобится надеюсь в смысле нет наоборот надеюсь что не понадобится что не будет больше покупок в ближайшее время в таких объемах а линеечку тоже что добавила в общем вот так вот это все выглядит если вам захочется как-то подобным образом организовать свою картотеку то я бы только очень рада что эта идея которую мне самой подкинули вам понравится и будет удобно буду пока тестировать надеюсь что все таки какая система будет мне более удобно ведь не зря я столько времени потратила таки кстати видите вот здесь вот все таки шнурочком закрепила все эти планшетки чтобы они не гуляли по этому этой папке вот все спасибо большое за просмотр надеюсь видео вам понравилось если не понравилось то ничего страшного поставьте здесь лайк вот если понравилось то только рада спасибо большое за просмотр и увидимся в следующих видео пока